Всем привет! Сегодня у нас опять будет красненькая зарисовка на тему чё почём в Америке и сегодня мы с вами заедем на автомойку, как вы поняли уже из названия и мы заедем, вот она автомойка, то есть это обыкновенная маленькая самая простая уличная мойка и посмотрим сколько же стоит, вот обратите внимание, уже расценки есть если просто мойка сушка сверху 6 долларов и посмотрим, насколько здесь вообще качественно моют 8 долларов короче говоря, это автоматическая мойка в общем, это одна из самых простых и помоечных моек в центре Майами ребята, мойки здесь просто нечто но сейчас вот он, смотрите, он сейчас обработает машину как бы вот так вот сначала вручную это стоит 8 долларов, ещё раз повторяю вот, и мы сейчас посмотрите сам процесс, то есть как он начнётся, что будет и чем он закончится на самом деле я вам скажу так я нашёл на сегодня день в Майами только одну мойку только одну мойку, где действительно реально хорошо моют мы обязательно, когда она сейчас закрыта почему-то, хотя уже мойки все в основном открылись она, я обязательно заеду и покажу, как производят мойку автомобиля, когда это VIP то есть мы сегодня посмотрим самую простую мойку просто, как это стоит и посмотрим самую крутую мойку, ну одну из самых крутых, потому что понятно, есть ещё и SPA и там я потом засниму сколько стоит помыть мою любимую машину смотрим значит, ребята, хочу рассказать следующее то есть, во-первых, могу сказать, что вот в основном в Америке пользуются вот такими вот автомойками автоматическими, которые, по честному говоря, по качеству оставляют желать лучшего но поскольку, поскольку мы живём во Флориде и здесь, в принципе, своём, ну не сильно машина загрязняется ну вот сейчас вы видите, нас машину обрабатывают шампунем вот, я заказал, включая мойку колёс, честно говоря, я уже здесь был прошлый раз и в прошлый раз вот этот чувак, он как-то более тщательно помыл мне машину, колёса а потом я заехал автоматическому мойку то есть мойка получается как бы двойная сначала он вручную у вас омывает там раствором и, соответственно, потом повторно это всё наносится но я сейчас покажу результат я, похоже, заранее понимаю, что он будет не очень сейчас, если честно, по таким мойкам я стараюсь не ездить к сожалению, по моему мнению, это напрасная трата денег если только у вас машина сильно грязная то, в принципе, может быть, да и стоит а так, я очень сильно педантично отношусь к машине для меня это не мойка, а просто размазывание грязи но посмотрим, на самом деле, выйдем и посмотрим на машину как она у нас помылась и как она, самое главное, высушится да, ну, чтобы вы понимали, как бы, на этом мойка завершена это нас уже помыли и уже нас сушат в общем, как говорится, какая мойка, такая сушка ребята, не представляете себе то есть, только что мой счет составил 8 долларов я напоминаю сейчас мы посмотрим на мой автомобиль я не показал его, правда, за это он не был сильно грязный поскольку, поскольку, просто, долгое время пока мы на нем не ездили, ездили на наши второй семейные автомобильки он стоял пыльный значит, ну вот, как бы, и все вот мы помыли машинку так, ну что, давайте я сейчас куда-нибудь отъеду встану и покажу, как помылся мой автомобиль за 8-то долларов да, кстати, во многих жилых комплексах есть собственные автомоечные комплексы которые, в принципе, у вас находятся прямо на территории комплекса и там вы можете помыть машину самостоятельно как это делается на ручной мойке которая сейчас развелось очень много по странам СНГ единственное, неудобно, там, вот это вот ползать под машиной я брал с собой сына, заставлял его, там, мне помогать отмывать колеса и прочее поскольку этот процесс достаточно трудоемкий и ни разу не быстрый такие автомойки, как правило, неудобны чем? то, что ты, а, моешь сам и это неудобно б, это лимит по времени то есть на определенную сумму вам определенное время вы должны успевать и самое неудобное то, что там рассчитываетесь так называемыми квадриками это 25-ти центовые монеты 25 центов от доллара и вот их надо накидывать если ты их не наменял, то, соответственно неудобно то есть нельзя запихать не везде можно запихать карточку и прочее здесь можно и карточку и здесь одно время были у них свои какие-то дурацкие монеты которые нужно было сначала купить а потом их закидывать вот такая вот штука была это тоже было неудобно поэтому могу сказать так, что если сравнивать, там, допустим автомойки в России по мне так их намного удобнее для Майами, мне кажется, что недостаточное количество нормальных адекватных моек где можно было хорошо помыться но мы обязательно с вами посмотрим мойку, где, по моему мнению просто 100 из 100 и вопросов не вызывает что это за такая великая мойка обязательно покажу в каком-нибудь выпуске смотрите в очень многих случаях американцы очень непосредственно относятся к автомойке автомобиля и вот то, что я вам показал сейчас мойка это, наверное, основное количество людей пользуется именно такой правда надо дать должность, что это Флорида и что здесь машины нет грязи нет зимы, нет обработки и, соответственно, машина настолько не пачкается поэтому отмывать ее крайне просто то есть фактически вам только нужно каждый раз сбивать пыль вот у меня сейчас машина постояла долго в гараже она запылилась я где-то попал под небольшой дождь и, соответственно, вот машина стала такой ну, она не сильно грязная она просто пыль, которая немножечко размазывалась а сейчас давайте посмотрим, как помыли мою машину сегодня так, ребят, ну, единственное, что вот мы уже полтора часа, как я проеду на автомобиле после автомойки, да и в защиту мойки могу сказать следующее что, смотрите, после того, когда несмотря на то, что протирки как таковой не было но когда все высохло капли практически не оставили следов то есть это говорит о том, что в принципе либо содержание кальция, либо содержание хлорки или каких-то моющих веществ само по себе не не содержит вот этих всех вот излишней и фактически я не вижу вот этих вот засохших капель поэтому итогом могу сказать, что ну не так уж прям все это плохо ну что, ребят могу сказать следующее что потратил я на всю мойку примерно в районе пяти минут и по факту то, что вы увидели я сказал, что вот когда уже проездил в принципе, да я увидел, что капли даже несмотря на то, что она насухо не была вымыта и какая-то грязь оставалась небольшая на дисках в целом могу сказать так для тех, кто очень-очень спешит а время иногда стоит дороже шикарный вариант очень быстро достаточно чисто и самое главное не осталось подтеков что я вам уже показано видел вы имеете право об этом знать спасибо, что смотрите подписывайтесь смотрите ставьте лайки